Комитет Республики Татарстан по закупкам, вот Руслан, покажет такой другой взгляд государственного регулятора на то, как сейчас в Татарстане идет подготовка этих аксельных контрактов. Руслан, спасибо. Да, спасибо за возможность выступить. Я хотел бы сказать, что, во-первых, мы, безусловно, представляем одну команду с Игорем, да, и я во многом буду повторяться, но все-таки действительно скажу чуть-чуть другую, другой взгляд на вопрос. Я повторюсь, что действительно инструмент не новый, но, к сожалению, пока что в аккорде использован. В 2016 году это появилось в аккорде, в 2017 году применяться стало. У нас порядок взаимодействия с поликарно-органом закреплен отдельным познавием Кабинета Министров, в этом году принятым, где мы расписали весь порядок с коллегами из Агентства инвесторазвития. К сожалению, несмотря на то, что Татарстан во многом передовик, в сфере офсетов мы, конечно, так больше не хотим наломать дров, мы хотим сделать все правильно и хорошо. И, надо сказать, Агентство инвесторазвития у нас борется за каждого инвестора. Да, и в этом смысле мы немного оппоненты, потому что мы всегда говорим, что инвесторы – это хорошо, но надо сделать правильно. И в этом как раз особенность, да, мы, наша задача – заниматься реализацией 44-го закона. И я бы хотел вот чуть-чуть рассказать о том, какие офсеты мы рассматривали совместно. Началось все в 21-м году еще с производства лифтового оборудования. Предполагалось создание производства на нашей территории, и чтобы лифты закупались. Ну, есть особенность, 615-е постановление, которое регулирует вопрос капитального ремонта, да, она говорит о поставке услуги, а не оборотов. Ну, и в целом у нас лифты покупают подрядчики. Мы не покупаем, как ни один госзаказчик покупает лифты. Все госзаказчики покупают либо здание, либо ремонтная работа. Следующее, что я хотел бы сказать, вот Игорь рассказывал про питание в образовательных и медицинских учреждениях, и аренду учительства в Мерку и Инвентарии. У нас были предложения от ряда инвесторов. По медицинским вопрос тот же. Средства УМС зачастую мы имеем в структуре затрат медицинского учреждения. На эти услуги тратится не только следствия УМС, но и бюджетные средства. Их смешать в одном нельзя. Ну, и складывать этого единого заказчика тоже не совсем получается. Об этом мой коллега уже сказал. Вместе с тем я бы тоже, так скажем, сослался на Минфин Российской Федерации. Нам вообще два разъяснения пришло. В одном они говорят, что передача средств по обязательному медицинскому страхованию иному лицу, заключившему офседный контракт, вообще не допускается. И буквально через пару месяцев тот же Минфин говорит, что в принципе не содержится федеральный закон, не содержит положение установленного, что запрет на тысячные средства обязательного медицинского страхования. Ну, и мы вот тут немного замешательства. Не хочется потом на пустом месте отвечать и подставлять инвестора. Мы рассматривали вариант большого заказчика, Игорь говорил, и по школе, и по медицинскому образованию. Я легкую поправку внесу. Безусловно, автономные учреждения государства, автономные учреждения, в первую очередь, регулируются 223-м законом. Но положение 223-го, 44-го содержит ряд условий, когда все закупки автономных учреждений могут производиться в правилах 44-го закона, закон о контрактной системе. И у нас в республике так и сделают. У нас все автономки, они торгуются единообразно и торгуются 44-м законом. В принципе, это не такой большой нюанс. Другой нюанс в том, что, допустим, если мы определили одного заказчика, заказчиком по Овсету, весь объем инвестиций, так скажем, средств, закупок, которые окупают инвестиции, он не выберет никогда. Но автоматом же инвестор и поставщик по Овсетнику становится единым поставщиком. Он включается в реестр единых поставщиков, и другие заказчики имеют право с ним заключать по единому поставщику. В обход всех конкурсных процедур очень легко и быстро. Но мы, казалось бы, не могли бы, не можем навязывать это право заказчика, либо проходить какую-то процедуру, либо закупать. Еще был проект, два проекта было по производству дорожных покрытий и ограждений. Здесь аналогичная ситуация. К слову, я бы сказал, затраты на дорожное строительство и капитальный ремонт дорог у нас составляют порядка 60% бюджетных расходов. Всех закупок государственных. Единые заказчики по дорогам, они также не покупают товары. Они покупают ремонт дороги и строительство дороги. И в этом смысле я отметил выступление первого спикера. И это, наверное, точка роста развивает Овсет по 223. И как один из инструментов для этого у нас в республике действует республиканский маркетинговый центр, который выявляет, одной из основных задач которого является выявление инвестиционных ниш. Инвестор может приходить в эти ниши, и мы можем развивать все это по 223. Я предлагаю, Игорь, нам объединить усилия в эту сторону тоже потом. У меня умы. Вот это такие самые основные причины, которые мы выявили. Отсутствие потребности в закупке товаров и услуг в объемах необходимых инвестор. Инвестору интересно вложить деньги и потом получить большую выручку или желательно хорошую прибыль. Но не всегда это сопоставляется с теми расходами, которые несут заказчики. Не всегда мы это видим. Отсутствие единообразных разъяснений федерального органа власти я уже об этом сказал. И зачастую, как я сказал, про схему закупки у единственного стычка, несмотря на то, что это легкая закупка в плане процедуры. Не все заказчики спешат воспользоваться этой возможностью. И вот наше предложение. Я бы перешел, несмотря на то, что агентство инвестор развития у нас занимается поиском инвесторов. В плане офсетов все-таки предлагал бы рассматривать выявление потребностей заказчиков. И это основная задача, наверное, на отраслевую органу власти. Выявление потребностей заказчиков, куда мы можем, где мы можем структурировать офсет. А не так, что зачастую приходят инвесторы, и мы, ну, нехорошо так говорить, но мы вынуждены искать заказчиков под инвесторами. Это неправильный подход, на наш взгляд. Ну и мы с себя эту ответственность не снимаем, мы обязуемся работать, и мы начнем, на самом деле, работу с заказчиками. И все положительные эффекты от заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами мы включили практически в учебную образовательную программу. У нас существует, действует Центр развития закупок, это образовательный центр в связи с закупок. Мы там тоже об этом говорим, будем говорить. Ну и тему централизации никто не отменял. Мы можем централизовать это через уклононочный орган, которым является мой орган, Государственный комитет по закупкам. У нас система уклононочных органов существует в республике. Это и исполковый район муниципальный, это и отраслевые заказчики по строительным отношениям заказчика, это наш дорожный заказчик. И также Минздрав как заказчик по медицине централизованной. Значит, есть метод организатора закупок, это больше касается к вопросу совместных закупок, наверное, да? Ну и мы говорим о том, что иногда действительно надо совершенствовать законодательство. Вот те недочеты, их надо обсуждать на различных экспертных площадках. Это хорошая площадка, которую, я надеюсь, мы подытожим когда и какую-то инициативу оформим. Я еще бы хотел бы сказать, кратенько только, да, готовясь к сегодняшнему мероприятию, советовался с теми своими коллегами, кто уже, скажем, не понаслышке, а все это знает, да? Есть точка зрения, что это все больше не про 44-й закон, что это ближе действительно к концессии, и, наверное, его надо убрать из 44-го и говорить в разрезе консессионного закона. Может быть, в эту сторону тоже подумать? Это тоже точка розы. Но закупки у нас все равно останутся, то есть у нас же основной здесь, основной денежный поток идет еще в средства закупки, поэтому, на мой взгляд, это будет достаточно сложно аккуратно брать. Это просто, да, точка зрения. Да. Да, спасибо большое, Руслан. Мне, кстати, интересно, вот ваше мнение по такому вопросу. У вас на одном из слайдов было написано, что барьером для запуска конслятных контрактов является отсутствие единых, единообразных разъяснений федеральных органов. У вас, как орган, который отвечает за закупки, насколько для вас достаточно наличие письма Минфина или других органов, для того, чтобы... А я говорил, как раз, проблема в том, что зачастую два письма от Минфина идет с противоположным... Ну, если у вас это самое последнее, например, более актуальное... Они не отменяют письма, но мы на самом деле Минфин любим и уважаем, я, слава богу, с ними взаимодействуем очень плотно. Я думаю, мы эти вопросы снимем и будет какой-то документ единый, который скажет, да, вот эти случаи, да, вот эти случаи, нет. Ну, ключевой тезис, что для вас разъяснение Минфина – это вполне достаточный документ для того, чтобы запустить офсетную процедуру. Да, не только для нас, потому что вот тоже первый спикер говорил о том, что тема офсета сейчас – это внимание контрольных органов, федеральная антимонопольная служба. Антимонопольная служба, она читает закон, она выводит принятую практику, но она ориентируется на мнение Минфина тоже. Вот этот момент важен. То есть только мы, вот, неусловно, руководством Минфина, да, но вот самое главное, чтобы… Можно было федеральная антимонопольная служба показывать. Совершенно верно. Ну, я бы здесь уточнила, что федеральная антимонопольная служба контролирующего органа не особое мнение, не особое внимание оказывает офсетам, они в целом контролируют партилюры закупок, а офсета – это часть закупок, поэтому мы также контролируем контроле. Руслан, спасибо большое. Тогда мы перейдем к следующему спикеру. Это Артем Калашников, руководитель отдела экономической экспертизы корпорации развития Думырской Республики. Артем Амсаш, уже…